Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале BigTreeVlog. Мы находимся вновь в бухте Абудабаб и сегодня мы отправляемся на морскую экскурсию Dolphin House. Сейчас мы вновь находимся у дайвинг-центра, который называется Blue Ocean. Именно отсюда мы отправимся на эту морскую экскурсию. Этот дайвинг-центр находится в 5 минутах ходьбы от нашего лоджи, где мы проживаем. Сейчас ждем автобус, на котором мы и отправимся до причала. Мы подобрали себе уже ласты, маски. Сейчас приехал такой мини-автобус, на котором мы и отправляемся дальше. Примерно 20 минут на мини-басе, потом пару минут на лодке, и мы очутились на спидботе, на котором сейчас отправимся на нашу экскурсию. Кстати, почему называется Dolphin House? Это экскурсия, это потому что мы сейчас поплывем в ту бухту, куда приплывают дельфины. Мы очень надеемся, что мы их увидим. У нас будет такой небольшой снорклинг с дельфинами. Но обо всем по порядку. Примерно спустя час на скоростной лодке мы приплыли к рифу, так называемый Dolphin Riff или Dolphin House. Именно поэтому называется это морская прогулка, потому что сейчас мы будем смотреть на дельфинов, надеюсь, мы их увидим. Ну и одеваем подходный бокс. И поехали! Дельфины рядом с нами, они никуда не уплывают, можно плыть к ним! Всего мы увидели дельфинов в два раза. Первый раз, знаете, я так отстала от группы, плыву себе немножко устала, уже начала мерзнуть. И тут вижу, что дельфины проплывают рядом со мной. Так, я думаю, так, надо подгрузиться под воду, посмотреть, нет ли этой группы под водой. И, значит, погружаюсь, и вижу большую группу дельфинов. И мордочки я их увидела. Прям, знаете, как будто вот так вот вытянешь руку, и все, и как будто бы до них дотронешься. Поэтому я, конечно же, очень рада. И второй раз я уже увидела вместе со всеми. Они тоже были ко всем достаточно близко, тоже проплывали. Поэтому, конечно, эта экскурсия удалась. Я очень-очень довольна. К тому же еще одним из преимуществ является то, что людей немного. То есть мы не все так окружаем, людей совсем мало где-то. Только была наша группа, не было других лодок, поэтому в этом плане очень-очень здорово. Не знаю, связано ли это с теми ограничениями, которые сейчас либо здесь, в принципе, это не настолько массово и популярно данный вид развлечения. Но поэтому очень здорово, что была только наша группа. А также еще наша группа делилась на местных. Был один гид с местными людьми, и один гид с нами. То есть была там еще пара из Белоруссии, еще одна пара. В общем, несколько человек в группе. Поэтому достаточно всем было комфортно. Причем гид, знаете, успевал подплыть ко всем. И ко мне подплывал, и Кирилл, хотя мы были в разных местах, и показать, где лучше посмотреть дельфинов. У меня есть такая же фотография. Десять лет назад я тоже стояла на такой лодочке. Любовалась Красным морем чистейшим. Прям за нашей спиной есть еще большой риф. Там водятся, как нам сказали, рыбки Немо, какие-то другие рыбки. Ну а когда мы плавали, сейчас вот смотрели на дельфинов, то на самом деле других рыб мы не видели. То есть подводный мир почему-то не был, скажем так, заполнен какими-то другими существами. У меня, кстати, ты тоже утилла. То есть я уже в полугода не вижу других рыб. Только дельфинов. Вот он настолько чистит, что видно и дно, и все рифы. Не то, чтобы мы расстроились, что мы видели только дельфинов, как говорит Тамара, но это просто немножко странно. Думали, там будут рыбы, может быть, и даже черепахи. Но на повезду мы увидели хотя бы дельфинов. Это уже здорово. Как нам сказали, здесь есть еще второй спот, на котором также можно увидеть дельфинов, но туда мы не поедем. Я уж не знаю, в какой причине. Поэтому ближайшие два часа мы придем здесь. Сказали, можете еще поснорклить, потому что есть рыбки Немо, можете на них посмотреть. Но пока не знаю, пока мы отогреваемся после первых, скажем так, снорклинга, поэтому не собираемся еще раз снорклить. Сейчас на сайте еще ждет... Вкусный обед. Вкусный обед, да, ланч. Такие красивые черные рыбки, я таких еще не видела. Они сами черные, а на хвостике у них такая белая полосочка. Наш гид предложил еще раз все-таки съездить сейчас на дельфинов, поэтому группой желающих, кто сейчас захотел, поедем второй раз. Но я тоже, конечно, поеду, Томочка останется здесь. Поэтому, возможно, увидим их еще раз. Фу, ну супер, мне очень понравилось. Хорошо, что мы второй раз поплыли к дельфинам. Удалось посмотреть их еще ближе. Мы сейчас не так долго плавали, наверное, может быть, минут 30. Но удалось посмотреть на дельфинов так близко. Надеюсь, удалось немножко даже снять их. А сейчас справляемся на ланч. Посмотрим, что там есть, напитки, да. Дают курочку, это фиш и рыбку. Там три вида гарниров. Так, здесь еще есть запеченная картошечка. Помимо этого здесь еще и закуски различные. Соус, хумус, салатик, баклажаны. Салат из овощей. Здесь можно взять картошечки, газировку, различный чай, кофе. Направо тарелки с едой. Поделись на второй этаж. Здесь солнышко. Есть, где расположиться. Я себе вот взял картошечку. Курочка, салатик, лепешки. А я хочу сказать следующее, что такого круга еды, мне кажется, ни в одной стране не было. Все-таки Екатеринбург инкрутирует по сервису и в инскурсии, в понимании еды. Сейчас мы возвращаемся. Дикий полк и дикий ветер. Даже не знаю, что ли я сейчас или нет. Я сижу рядом с капитаном, потому что, мне кажется, здесь отличное открытие. Все, друзья, мы уже вновь у офиса Blue Ocean. Это та компания, благодаря которой мы поехали на снорклинг. Мы всем довольны остались. Увидели так близких дельфинов. Стоит отметить, что эта экскурсия стоит 60 евро с человека. Также стоит отметить, что все гиды сертифицированы. Они знают, где лучше посмотреть дельфинов и вас быстро сориентируют. Оставим на этой компании ссылочку в описании. Ну а сами с вами прощаемся. Увидимся уже завтра. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Все, всем пока. Всем пока.